Слово Свет появился из тьмы Над водой, над землей Засиял небосвод голубой А потом Появились растения Звери и птицы И мы Значит люди Да, люди И я Да, и ты И твой ангел с тобой Здравствуйте, ребята Я рада видеть всех, кто вместе с нами Учит церковно-славянский язык Начинаем наш урок Как всегда, приступая к важному делу Помолимся Господу, попросим Его благословения Во имя Отца и Сына И Святаго Духа Аминь Господи, благослови Друзья Мы продолжаем нашу беседу О букве «Есть» И о тех словах, которые начинаются с нее Сегодня мы поговорим с вами об именах Вы знаете, что имена православным людям при крещении Дают в честь прославленных церковью святых Каждое имя обозначает какое-нибудь важное понятие Имена святых перечислены в святцах Которые обычно помещаются в православном церковном календаре Итак, Евгений Напишем это имя по-церковно-славянски Посмотрите, ребята Вторая буква в этом слове называется Ижица О ней мы будем позже говорить подробно А с предпоследней буквой вы уже знакомы Это буква И Пишется она как палочка с двумя точками Итак, Евгений Имя это греческое Переводится как благородный Евгений – имя мужское Но все мы знаем, что есть такое же и женское имя Евгения Дома и мальчиков, и девочек, носящих это имя Чаще всего называют Женя Еще одно имя – Елисей По-церковно-славянски это имя пишется с двумя «с» Кажется, будто это имя пришло к нам из сказки Правда? На самом деле так звали одного знаменитого древнего пророка Он был учеником великого пророка Ильи И сотворил множество чудес Когда пророк Илья возносился на небо Елисей получил от него мантию Как знак пророческого духа Елисей – имя древнееврейское И переводится как «тот, чей спаситель – Бог» Назовем еще одно имя – Екатерина Екатерина Катюша, смотрите, как пишется ваше имя по-церковно-славянски Обратите внимание, друзья, в этом слове буква «И» стоит под ударением Поэтому она пишется без точек Имя Екатерина греческое переводится как «всегда чистая» Что значит «всегда чистая»? Чистая во всех делах и мыслях, поступающая по совести, так как велит закон Божий Самая известная святая с этим именем Екатерина Александрийская Жила давным-давно, в IV веке Благодаря чистоте своего сердца она искренне обратилась к Богу Екатерина была очень хорошо образована И Господь помог ей победить в споре с ученейшими язычниками Которые заставляли народ приносить кровавые жертвы идолам Благодаря ей многие люди поверили во единого истинного Бога Вот какая-то замечательная святая Еще одно имя, которое начинается на букву «Есть» – Елизавета По-церковно-славянски Елисавета Это красивое старинное имя переводится как «почитающая Бога» Праведная Елисавета, мать святого Иоанна Крестителя Была родственницей Пресвятой Девы Марии И именно ей, Святым Духом, было открыто, что Мария станет матерью нашего Спасителя Праведная Елисавета приветствовала ее словами «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего» Так она повторила слова ангела, которые произнес он, возвещая Деве Марии благую весть Эти слова каждый день звучат и в наших молитвах к Пресвятой Богородице В наши дни девочек часто называют Елизаветами В честь еще одной замечательной святой – великой княгини Елизаветы Федоровны Она жила всего сто лет назад и была сестрой последней царицы России Александры Федоровны И хотя родилась она в протестантской семье, но всем сердцем приняла православную веру и отдала за нее свою жизнь Дорогие друзья, я искренне советую вам побольше узнать об этой удивительной святой Ее благородство и мужество могут служить примером для каждого православного человека Ну вот, ребята, мы назвали несколько имен на букву «Есть» Давайте сейчас повторим их еще раз и посмотрим, как они пишутся по-церковно-славянски Итак, Евгений, Елисей, Екатерина, Елисавета К сожалению, ребята, наша передача подходит к концу, и мы не успеваем назвать другие имена Но если вы хотите узнать, каково значение того или иного имени Откройте церковный календарь и загляните в святцы А чтобы побольше узнать о святом, в честь которого вы крещены, прочитайте его житие На этом наша передача заканчивается Я желаю вам всего доброго и прощаюсь с вами До встречи через неделю Храни вас Господь! Бог в имени святых полагает напоминание и урок добродетели Субтитры создавал DimaTorzok